Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Да, начинаем наши фильмы. Мы всё пересказываем про использование вот этого злитого кофе. Не можем, очень нас это всё тронуло до глубины души. А между тем новая тема. Да, к искусству. Дело в том, что в Латвии уже состоялась премьера фильма. Причём это необычный очень проект, поскольку это латвийско-индийский фильм. Он называется «Мани». И фильм, в котором снималась актриса из Индии Сонал Сегал, которая сегодня в нашей студии. Здравствуйте. Hello. Здравствуйте. Hello. Что бы мы так по-индийски говорили, а? И режиссёр, и продюсер этой картины Даци Поцци также в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Даци, ну может быть, несколько слов действительно об этом фильме. Я понимаю, что вот как появилась идея этого сотрудничества, как вас свела судьба с Сонал, и каким образом вот появилась идея этой картины? Сперва, если мы немножко отходим дальше, тогда я встретилась с Сонал в Нью-Йорке, я училась в киноакадемии с ней. Так мы подружили, и с того времени, это уже, ну, 10 лет назад, мы всё время хотели как бы что-то сделать вместе. И первая была реклама, но это не состоялось, потом был музык-видео, тоже не состоялся. И тогда я думала, ну так с ними есть, ничего не будет состояться. Но три вещи, хорошие вещи, как говорится в сказках. Три слева, слева, слева. Три слева, слева. И третий был этот фильм, она прислала сценарий. Сперва она хотела, чтобы я была как продюсер, делала все эти сервисные вещи, и она бы приехала с индийским режиссером. Но тогда буквально полтора, но не только, даже меньше месяца перед съемками она решила, что она бы хотела, чтобы я была режиссер. Для меня это было внезапно, и очень большой такой... А сценарий уже был готов, да? Да, она писала летом уже, но тогда я сразу на сценарий смотрела немножко по-другому, потому если это не сервис, не продюсерская работа, но режиссера, тогда сценарий надо читать, смотреть совсем по-другому. Как полюбить его, сделать своим, да, это первое дело. Но так мы начали, мы очень в коротком времени это все реализировали, только месяц было это предпродакшн, коротко сняли, и все вместе это примерно полгода было только. То есть настолько... Очень быстро, да. Очень быстро. Вот у меня вопрос к Сонал, действительно, вот насколько тема искусственного интеллекта, она вот все время тревожит, но всегда искусственный интеллект как нечто злое появляется. Вот почему, почему не может быть доброго искусственного интеллекта, почему всегда он какая-то такая угроза для людей? Может, есть и так далее, это вопрос, да? Да, если... Да. Да, да, да. Почему, почему this artificial intelligence cannot be polite or nice or kind, not, but opposite. Yeah. You know, if you watch the movie, you will not tell you, I won't say too much about it right now. Many is actually nice. Та тогда они не будут посоветовать фильме. Ну, я не буду… Ну, вы можете разобраться. Ну, я думаю, что это лаптики. Да, лаптики. Да, лаптики. Та тогда они не будут, ну, так как, ну, по премии изстатки, как фильме и работают, но, в принципе, мне – мне – мне, это сири, или, алекс, ко мне зимово. Мне – мне – я уже есть. Я уже. Мэнни – мне – мне – это – мэнни – это, что-то искусство, что-то спирает, что-то, что-то из-за-сов... Он, конечно, он, естественно, ансистент, как Татси уже сказали, Сири или Алекса, но он хочет больше общаться с людьми. Так что он уже говорит, но он уже готов, чтобы общаться с людьми. И, как у людей, у всех есть хорошие и плохие значения, и многие плохие значения являются. Но многие не являются. Я сделаю это очень очевидно. Так что, как у людей, у них ган лабора, ган с лимпажей. У них так как вайрак сийкак нестастись, но и от сфильма шовакар и четвертый день. Насколько сама идея вот этого латвийско-индийского проекта вас волновала, насколько она была действительно сложной, какие могли возникнуть сложности, потому что это совместное производство, это опять какие-то контакты разных творческих групп, Ну да, для меня это была первая такая работа, ну, вместе, это большое государство, которое каждые годы как бы выпускает не пять фильмов, но десять тысяч фильмов. Это есть немножко другой размер. — Нам есть к чему стремиться. — Да, и мышление другое. Поэтому для меня это было как бы из-за знаем. — Вызов. — Вызов, да. Это делать и поучиться. И поэтому я сказала, хорошо, я буду это делать. И тогда я поняла эти темпы, все очень скриплёзные отношения, каждые детали, и у них немножко по-другому. Эти деньги не идут от фондов. Это значит, что этот фильм немножко как делает бизнес-функции, его надо продать за больше денег, чем вложил. Это нормально. — То есть то, что его сняли в Латвии и в Европе, это выгоднее для продвижения в той же самой Европе? — В Европе, да. И этот фильм тоже продвигался очень хорошо, очень много призов. И главные призы для меня были очень… Я даже взяла какой-то европейский приз за лучший режиссёр. Для меня это всё было… — Поздравляем. — Спасибо. — Он получил призы в Италии и во многих других странах. То есть здесь большое количество уже заработано. — И главное, интересно, она может рассказать, как было с этими инвесторами, как она первой. — Скажите, пожалуйста, о первом инвесторе, который сказал о женщине. — Да. — Да. — Когда я получила деньги за фильм в Индии, я пошёл к инвестору, и он сказал, «О, это хороший script, и я люблю всё, но я думаю, что тебе нужно иметь мужского режиссёра». Я сказал, «Почему?» Он сказал, «Ты не делаешь романтическую комедию или феминистскую фильм. Ты делаешь sci-fi фильм, поэтому ты должен иметь мужского режиссёра». Я думаю, «А где эта логика?» «Почему не сделала женщина?» Я сказал, «Нет, спасибо большое. Мы держим нашим режиссёра, мы не нуждаем твоего денег». — Какая принципиальная позиция? — Ну, надо ли перевести в «Быстрое»? — Ну, «Быстрое» двух словам. — Да, Сонал сходила к инвестору, тот похвалился на весь, сказал, «Да, классный фильм, но режиссёром должен быть обязательно мужчина, потому что вы снимаете не романтическую комедию, а научную фантастику». И тогда Сонал сказала, «Ах так, это всё жуткая мезогения, не нужны мне ваши кровавые деньги», и ушла. — А вот насколько вы же знали друг друга, были подругами, вот совместная работа, насколько она... Не является ли она вот камнем преткновения, когда лучшие подруги могут рассориться из-за творческих... — Да, обязательно, это не очень однозначно. — Он спросил о другом. — Как мы можем быть друзьями и работать вместе? — Это не легко, конечно. — Нет, это не легко. Мы боремся каждый день. — Мы начнем боремся в 9.30. — Да, это всё. — Я была пара, она ещё борется с мной. — Да. — Я была пара, она ещё борется с мной. — Нет! — Хорошо, что вы всё-таки собрались и вместе пришли на нашу эфир и изображаете дружбу и хорошее настроение. — Не могу верить её от этого. — Нет, нет. — Ой, извините, я просто... — Мой муж говорил, что это не однозначно Индия, Латвия. Это не одно... Индия большая... Мы не можем воевать. Как бы ни в одной позиции мы будем. — Насколько этот фильм, вот как вы считаете, он ориентирован на восточную публику или европейскую публику, или это вот фильм вне, ну, какого-то баланса? Потому что мы всегда привыкаем, что индийское кино, а в нём немножко есть всегда что-то гипертрофированное, ну, вот от него ждут там музыки, танцев каких-то таких. А европейское кино часто бывает очень сложным, заумным. Ну, то есть вот кажется, что это совершенно два противоположных мира. Вот как... — Нет, они уже в Индии очень давно меняются. Это у нас такое старое воображение, что Болливуд — это танцы, наконец... И знаете, почему это они делают? Я это узнала со мной. Почему наконец всё хорошо там танцуют, и потому что у них нет такой концертной жизни, как у нас классическая, вся там музыка, театр. Они делают как бы эсклайды, наконец, идёт. И поэтому это компенсирует... — То есть по этому фильму всё это совмещают? — Да, совмещают. И они идут на фильм как на эсклайды, это такое шоу. — Да, развлечение. Компенсирует эту нужду на концерты, музыку и танцы. Но и этот фильм, это европейский фильм, это что она тоже хотела. — Всё равно интересно, есть ли какая-то... Ну, очевидно, есть разница менталитета прибалтийский и индийский, но, тем не менее, различные исследования, которые говорят об общности каких-то корней того же самого языка латышского, индийского, чувствуются? Это разница и совместная. — Ну, это очень интересная вещь. Но в этом фильме она в сценарии написала много как бы истоков от наших разговоров про Латвию, про нашу легенда там, про наши... Я говорю про нашу язык, о симуляторах нашей языке. И он спросил, и вы можете объяснить. Да. Я вообще обнаружил это, когда я был здесь в 2014, как турист. И я пошел в Сигула, и, вы знаете, есть туристы гайдеры, и тогда кто-то сказал, «ЛАПДИН». И я скажу, «А вы Индии?» Он сказал, «А да». Я говорю, «А вы истокие только к мне с Хинди». Он сказал, «А ну, а я рассмотрелся к тебе с Латви», и я сказал, «А да, это хинди». Он сказал, «Да, это Латвия». Он сказал, «А мне так не знаю». But what does it mean in Hindi? It means a fortunate day. In Hindi, it means the exact same thing. All the same. And then so many names like Maya, Geeta, Anita, they are very common Indian names. Putra. So, you know, that set me thinking that maybe, you know, we are, we seem to be so far apart and culturally so different, everything else is different. But maybe a thousand years ago our ancestors did cross paths and, you know, which is why there are similarities like this. Опять же, в двух словах. Мы говорим о разнице менталитетов, но при этом есть много перекликающихся слов в латышском языке и в хинзе, и буквально десятки имён. И всё это, по мнению Сонуал, говорит о том, что когда-то предки либо пересеклись, либо мы, живущие здесь, вышли всё-таки откуда-то оттуда из Индии, из Непала. Да, очень интересно. А что-то ещё про Латвию хочется спросить. У меня вот хотелось спросить, каким образом удалось снять действительно такие рекордные сроки? То есть вот 12 дней, это, ну, невероятно быстрый, то есть именно сам съёмочный процесс. Ну, да, понадобилось. Понадобилось. Как это вот? Тогда это мобилизироваться, надо очень препродакшн работать и подготовиться. Тебе надо быть готовым, когда ты идёшь снимать, чтобы экономировать деньги, и это мы и сделали. То есть это, ну, это была такая очень сложная работа, именно до передателем. это всё перед надо сделать, чтобы это всё можно компактно сделать. Что касается проката, где этот фильм помимо Латвии? Уже, может быть, вы видели какие впечатления в том числе о Латвии? Я, да, я этот фильм, почему я сказала да, режиссировать этот фильм, потому что там очень много рассказываете про Латвию. В хорошем как бы виде информироваться. Это я поняла, что мне надо это делать как патриоту, чтобы большая Индия увидела и слышала что это, не думала, что мы другая страна. Это для меня было очень важно. he asked about where this film could be shown on platforms or somewhere. On platforms? Yes, definitely. So it's already available in platforms in Taiwan. So we are doing it, it's not a worldwide release at once, but in parts it is going to different countries slowly because I think COVID has changed. So in January it released in Taiwan and now in Latvia we are here in May. Hopefully after this we'll go on to some platform or TV in Latvia. and then we're working on platforms in India and we have a worldwide sales agent so let's see, we'll try to target as many countries because the topic is such that it's a very global theme. Everyone can connect to it. It's not a story about India or it's not a story about Latvia. It's a story that, especially after COVID, everyone has gotten more obsessed with their phones because there were these two years. we were only to our phone or laptop. Our life became that. So I think people can now maybe relate more to the film than they could have say two years ago. There's interesting fact, which may not all understand, that, first, the world premiere was in Taiwan in January, and now the film is on various internet platforms around the world. And Son said that the story of the film is not about Latvian and India. It has global meaning, especially after two years COVID-19, during which we were more supported and different gadgets, iPhone, laptop, etc. How COVID-19 brought сложно to film film? It was to work on the film in the beginning. We took this 19 конце 19 года и ковид начался 20 года март нет февраля где-то и мы смонтировали фильм но тогда все это звук этого все было онлайн мим музыка была и индийского очень знаменитого композитора ее мужа и вся звукообработка на решкомат на решкомат софийская группа кайлас и все как раз да это здесь мы работали он цвета обработка да было здесь такая мы как так не было это легко это очень большой стресс когда мы работаем все онлайн и посылаем эти файлы и смотрим что там но мы сделали это очень на короткое где-то два месяца очень очень быстро для кого этот фильм то есть это семейное кино для подростков для среднего возраста вот как можно было бы определить аудиторию этого фильма я думаю что это очень такой аудитории было больше 16 до 40 50 так можно было сказать то есть это в принципе фильм о том что может нас ожидать в ближайшем будущем то есть это практически то что сегодняшний день почти уже да и чтобы немножко посмотреть как 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 это может произойти то есть это в принципе с одной стороны фантастический фильм но с другой стороны та фантастика которая уже практически на сколько вот в в латвии как вы думаете насколько публика будет ну вот заинтересовано посмотреть вот именно то что это предлагается не просто латвийский фильм а совместный фильм и вот будущее так так таких вот совместных проектов то есть вот такой продукции когда обычно все таки у нас когда говорят о продукции но возникает такая стандартная схема что приезжают просто к нам снимать и мы предоставляем ну вот какие-то возможности до сервис как я уже вначале сказала сначала так и было такая идея была но тогда когда я сделала свой первый фильм я показала сону отрывки она понял что я могу хорошо режиссировать и и все поменялось она приехала одна здесь она главное роли и и остальное наши актеры наш сервис я режиссировала и поэтому это ей но индийские деньги это и это все одно это очень я думаю я не знаю ни одного латышского режиссера кто режиссировал индийский фильм а латвийские актеры как которые принимали участие насколько для них было этой ну вот сложно но они были были на премьеру им нравилось они понравились даже очень юрия дьяконов и дарта дневича и это один английский бритский актер тоже который тони хоукинс да хоукинс он играл эмэнни который да именно как голосом да но голосом он не появляется на экране да нет он говорит приятным британским акцентом да да напомним что фильм он мани совместное латвийско-индийское производство можно посмотреть например 12 мая в 6 вечера в сегодня вечер и сегодня 10 мая тоже так что огромное спасибо действительно за то что вы рассказали об этой картине пришли надеемся что на такую богатую действительно долгую судьбу и я понимаю что ведь после проката он остается наверняка на каких-то еще вот платформах он продолжит жить его можно быть наверное посмотреть и и и в латвии так быстро нет мы больше на большом экране только три раза поэтому это надо сегодня эксклюзив надо успеть только три сеанса да так 10 12 сегодня четверг да и все и все не будет больше фильма здесь так как надо спешить лови потом на тайване на платформе конечно да но так что действительно обращаем внимание надо посмотреть обязательно эту картину спасибо огромное спасибо огромное я даже сейчас попробую бахут хангеват намасте спасибо до свидания спасибо огромное да цепутся и сонал сегал индийская актриса который исполняет главную роль фильме мани спасибо вам до свидания